Как и обещала, готовим традиционный штоллин, который готовят в Германии. Со мной поделились, а я делюсь с вами. Надеюсь, вам понравится. Понадобится сливочное масло, мускатный орех, кардамон, распушиватель теста, ванилин, молоко, просеянная обычная мука, цедра лимона или апельсина, яйца, сахар, соль, обычные цукаты, фундук, миндаль, дрожжи. Для начала нам нужно растопить сливочное масло и подогреть молоко. В теплое молоко добавляем мокрые дрожжи. Все пропорции напишу под видео. Этим рецептом со мной поделилась сестра моего мужа, а с ней ее свекровь. Это тот штоллин, который делает ее свекровь. И никогда не добавляли корицу и имбирь. В принципе, у нас в Пасхе тоже то, как хочет, так и готовит. Даем, чтобы дрожжи у нас растворились. Затем займемся, нам нужно измельчить в такую муку миндаль. Кстати, они тоже добавляют не миндальную муку, а измельчают просто миндаль. Сюда добавляем кардамон, буквально немножко. И все перебиваем в муку. Затем нам понадобится смешать все сухие ингредиенты. Добавляем муку, а пару свекой почему-то не делает. Сахар. Щепотка соли. Немножко мускатного ореха. Ванилин. Разракитель. Измельченный миндаль с кардамоном. У меня будет еще фундук. Его тоже хочу измельчить, чтобы не было такими крупными кусочками. Фундук измельчила буквально немножко. И отправляю. Брозни растворились. Отправляю сюда яйца. И взбиваю. Также сюда отправляем уже растопленное сливочное масло. Размешиваем сухую смесь. И вливаем нашу жидкость. Замешиваем тесто. Добавляем цедру апельсина. И добавляем цукаты. Цукаты у меня ананасовые. И все это хорошо замешиваем. Пока тесто у нас такое вот жидковатое, нам понадобится два ароматизатора. Ром и горький миндаль. Хорошо вымешали тесто. Оно должно быть немножко такое мягкое, вот, тянущее. Но в то же время, когда вот руку убираешь, оно не должно липнуть к рукам. Вот. Для этого нужно хорошо его вымешать. И ставим теперь в теплое место подходить около часа. Тесто подошло. Хорошо обминаем руками, делим на две части и повторяем, как показано на видео. Мне такой рецепт Аштолина понравился больше всего с тех, что я готовила. Единственное, что, наверное, я бы делала опару, чтобы он был более такой вот воздушный. Подходило у нас 40 минут и отправляем в духовку при 180 градусах буквально на 40 час. Смотрите, по своей духовке. Достаем с духовки наш штолен. И все это нужно хорошо смазать сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой. Мне понравилось. Готовьте, пробуйте. Всех с праздничками. И приятного аппетита.